В рамках реализации программы «Ты предприниматель» Министерство по делам молодежи и спорта Республики ТВА провело региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Содействие развития молодежного предпринимательства на территории страны и выявление и поощрение молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет является главной целью проекта. Так, в его рамках с 1 марта Министерство молодежной политики и спорта Республики объявило конкурс на гранты правительства региона, размер которых может достигать 300 тысяч рублей. На защите проектов были поддержаны и приоритетные направления, в частности для экологии региона. И в целом отрасль туризма на следующий год будет развиваться очень сильно и ваш проект очень важен. Жители Республики начали получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов. Напомню, что до 1 декабря необходимо заплатить налоги за квартиру, машину и земельный участок. В ТОВе увеличился транспортный налог. В частности, налоговая ставка увеличилась для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 150 лошадиных сил для автобусов и грузовых машин. Также уведомления с увеличенной суммой налога начали получать владельцы квартиры и домов в Козыле. Пенсионеры тоже платят налоги. Отменим, что до 2015 года они освобождались от уплаты. А с 2015 года льгота по налогу предоставляется для пенсионеров в отношении одного объекта. Например, только по одной из двух квартир. Для получения льготы нужно обратиться в налоговое заявление. И информация о курсах валют. Доллар стоит 57,77 рубля, а евро 68,69 рубля. А евро 69,69 рубля.